Беременность – это период вынашивания малыша в утробе матери. Длится этот период в норме строго определенное количество времени. Считается, что у человека гистация длится 9 месяцев. Знания женской физиологии позволят нам узнать, насколько верен такой подсчет и разобраться во всех его тонкостях. Казалось бы, ответ очевиден. Беременность наступает именно в тот момент, когда происходит оплодотворение, то есть слияние женской половой клетки яйцеклетки и мужской половой клетки сперматозоида. И отсчет должен начинаться именно от него. Однако на деле все обстоит иначе. Точно знать время прикрепления плодного яйца к стенке матки мы можем только в случае ЭКО. Если же беременность наступает спонтанно, естественным путем, то поймать моменты оплодотворения и прикрепления практически невозможно. Чуть позже мы в этом разберемся. Чтобы не было в путанице в подсчетах, принято начинать отсчитывать срок беременности от первого дня последней менструации. Несмотря на то, что этот самый момент женщина фактически беременной быть никак не может. Разберем первый месяц беременности подробно. В это время в организме женщины происходят первые изменения. Первая неделя беременности – это непосредственно период менструации, то есть тот период, когда женщина со стабильным циклом не может быть беременной по определению. В это время торгается старый энтометрив матки и начинается нарастать новый. В яичниках в это самое время начинается рост нескольких фолликулов. К концу первой и начала второй недели один из них определится как доминантный и будет расти быстрее остальных. А остальные же становятся в своем развитии и погибнут. Вторая неделя. На этом этапе продолжается активный рост доминантного фолликула в яичниках и дальнейшее нарастание функционального слоя эндометрия. В конце второй недели произойдет важнейшее событие – цикловуляция. Овуляция – это разрыв доминантного фолликула и выход из него зрелой, готовой к оплодотворению яйцеклетки. Яйцеклетка, готовая ко встрече со сперматозоидом, сохранит свою жизнеспособность в течение 24 часов. Если за это время не произойдет оплодотворение, то яйцеклетка погибнет. Еще одним важным моментом является жизнеспособность сперматозоидов. Сперматозоиды здорового мужчины репродуктивного возраста могут оставаться живыми в половых путях женщины от 3-5 до 7 дней. Важно! Период наиболее вероятного наступления зачатия называется фертильным окном. Но мы понимаем, что жизнеспособность сперматозоидов позволяет осуществить зачатие, даже если половой акт был за несколько дней до овуляции. Именно поэтому бессмысленно считают срок беременности от полового акта. Женщинам, живущим регулярной половой жизнью, крайне сложно определить, какой именно из половых актов привел к зарождению новой жизни. Третья неделя. Непосредственно после оплодотворения можно говорить о наступлении биохимической беременности. Далеко не каждая такая беременность заканчивается фактической. Почему же так происходит? Слияние яйцеклетки и сперматозоиды происходит в самой дальней от матки части маточной трубы. Чтобы прикрепиться к стенке матки и продолжить свое развитие, зародыш должен проделать путь более 10 сантиметров по маточной трубе. И это при том, что он не обладает способностью к самостоятельному перемещению. Тогда как же он попадет в матку? Это происходит за счет сокращения стенки самой маточной трубы. Если эти сокращения недостаточны, или же на пути плодного яйца возникает какое-либо препятствие, то оно может погибнуть в трубе или закрепиться в ней и продолжить там свое дальнейшее развитие. Прикрепление зародыша и его дальнейшее развитие в маточной трубе носит название внематочной беременности. Такая беременность не может закончиться родами, так как труба не приспособлена к вынашиванию малыша. На сроке 6-9 недель неминуемо произойдет ее разрыв. Важно, чтобы вовремя диагностировать трубную беременность и избежать опасных последствий в случае задержки менструации или прихода нетипичного кровотечения, нужно не только исследовать кровь на уровне ХГЧ в динамике, но и делать УЗИ органов малого таза. К концу третьей или началу четвертой недели эмбрион добирается до матки и погружается в нее. В процессе имплантации могут быть повреждены мелкие сосуды, поэтому возникает имплантационное кровотечение. Незначительное кровянистое выделение без ухудшения общего состояния на 21-22 день цикла могут быть следствием имплантации плодного яйца в стенку матки. Это вариант нормы. Вот теперь можно говорить о фактически наступившей беременности. Ворсины хориона немедленно начинают выработку ХГЧ. Его количество увеличивается каждый день в два раза. К концу четвертой недели ХГЧ будет определяться уже в моче. Именно там его распознают стандартные домашние тесты на беременность. Таким образом, становится понятно, что распознать гистацию можно не ранее пятой недели. Срок беременности считается в неделях от первого дня последней менструации. Доношенный срок составляет от 37 до 42 недель. Роды, которые произошли в этом промежутке времени, будут считаться срочными, то есть произошедшими в срок. Роды до 37 недель считаются преждевременными, а дети – недоношенными. В зависимости от срока беременности, преждевременные роды делятся на экстремально ранее 22-27 недель, ранее 28-31, преждевременные 32-34 и позднее преждевременные 34-36. От срока, на котором наступили преждевременные роды, во многом зависит и прогноз относительно жизни и здоровья новорожденного. При этом различают легкую степень недоношенности, среднюю степень – 28-32 недели и глубокую недоношенность на сроки менее 28 недель. Роды, которые произошли позднее 42 недель, считаются запоздалыми, а рожденный ребенок – переношены. Точное определение срока беременности необходимо для оценки развития малыша и состояния будущей мамы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова